Батюшка, вот таинство исповеди и причастия, есть ли правила? Какие есть правила подготовки к причастию или правила поведения в храме? Ну, конечно же, первое всего мы должны выглядеть благопристойно, без оголений различных телесных, женщин без брюк, без помады, без всяких прочих мирских, так сказать, прелестей в кавычках. И подготовка к причастию, она заключается в чем? Во-первых, нужен пост. Что такое пост, я думаю, все знаете. Это вкушение постной пищи. Ничего, из пищи животного происхождения человек не вкушает только постную пищу. Второе, значит, это чтение молитв ко святому причащению. Это тоже в подготовку входит. И третье, это подготовка исповеди. Вы приходите потом в храм и эту исповедь священнику рассказываете. То есть мы очищаем тело постом, душу молитвами и покаянием. И после этого очищения, в этом подготовка состоит, мы принимаем в себя тело и кровь Христова. Это причастие. Вот так мы готовимся. И, конечно же, первое, что должно нас войти в день причастия, это само причастие. Ничего мы внутрь себя не принимаем перед причастием. С 12 ночи до момента причащения ни глотка воды, ни какой сигареты себе допустить нельзя. А уж тем более кушать ни в коем случае нельзя. То есть это и есть такая подготовка к причастию.